Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Никулина. Я преподаватель немецкого и английского PUSCAP, организатор онлайн-школы Reactive, соавтор технологии реактивного билингвизма. И в сегодняшнем видеоуроке я хотела бы поговорить о пассивной конструкции в немецком языке. Говорить буду не случайно, потому что получила вопрос от одной из моих подписчиц. Несмотря на то, что конструкция достаточно простая, существует много вопросов по поводу ее использования. То есть, насколько она употребима, насколько целесообразно ею пользоваться и в каких ситуациях. Сегодня мы рассмотрим только часть вопроса о пассиве, потому что существует несколько форм страдательного залога в немецком языке. Есть временные формы, есть также безличный пассив, есть пассив в состоянии. Мы рассмотрим сегодня, пожалуй, только сферу использования пассива, что в данном случае при использовании пассивного залога является наиболее важным. И рассмотрим структуру настоящего времени пассивного залога. Итак, активный и пассивный залог присутствуют и в других языках. То есть, это не что-то такое, нечто особенное, оно присутствует не только в немецком языке. В немецком языке мы будем использовать пассив, когда... Когда... So. Der Täter, das heißt, die Person, die etwas macht. Der Täter ist entweder unbekannt oder unwichtig. Das heißt, ich weiß nicht, wer das macht. Oder es spielt für mich keine Rolle, wer das macht. Spielt überhaupt keine Rolle, ja? Давай. So. Die Hauptsache, was wird gemacht. Das heißt, die Handlung ist die Hauptsache in dieser Situation. Also statt die Handlung könnte ich auch zum Beispiel der Vorgang oder der Prozess sagen. Итак, в данном случае, когда мы будем использовать пассив, для нас или неважно, или неизвестно, кто выполняет действие. Der Täter, так называемый деятель, он bekannt, он либо неизвестен, oder он wichtig, или не настолько важен. Когда мы используем конструкцию страдательного залога, самое главное, это то, что делается, скажем так, происходит в данный момент. Это какое-то действие выполняемое, это какой-то процесс и так далее. Итак, то есть, когда нам не важен деятель, или мы не знаем, кто это делает, мы можем использовать конструкцию пассива. Кроме того, чаще всего пассив используется в каких-то предписаниях, в инструкциях, возможно, во вложениях по эксплуатации каких-то приборов, или в рецептах, например, в приготовлении каких-то блюд, или, например, в приготовлении каких-либо медикаментов. То есть, это будут так называемые инструкции, предписания, объяснения по эксплуатации, ну, что рецепты и так далее. Используются в устной речи пассив достаточно часто, пассив с модальными глаголами, да, но сегодня я бы хотела рассмотреть самую простую форму пассива, так называемый пассив-прэсенс, то есть пассивная конструкция в настоящем времени. Hier habe ich zwei Beispiele. Окей, ich lese ein Buch, das ist ganz klar, so. Der Täter ist ich. Ich mache was? Ich lese. Und ich lese was? Ein Buch. В данном предложении ich lese ein Buch нам известен деятель, так называемый, подлежащий, или agens, он называется по-другому. Ну, на самом деле, такая глубокая теория, академическая, не слишком, скорее всего, нужна вам, если вы, конечно, не собираетесь преподавать немецкий. Если собираетесь, то, как бы, может быть и важно. Итак, ich, в данном случае, будет тот, кто совершает действие. Lese, понятно, это читаю. И ein Buch, это будет дополнение. Когда мне не важно, кто совершает действие, но книжка читается, я могу использовать пассивную конструкцию, и тогда это будет выглядеть так. Das Buch wird gelesen. Das Buch в данном случае превратилась в так называемое подлежащее. wird gelesen, и есть пассивная конструкция. Как видим мы, она состоит из двух компонентов. Это глагол werden и particip zwei. Werden и particip zwei. Если обратим внимание, то изменяемой частью в данной конструкции всегда будет вспомогательный глагол werden. То есть он будет меняться в зависимости от лица. Partizip zwei мы образуем с вами однажды, и эта конструкция является уже неизменной. То есть для правильных глаголов, или так называемых слабых глаголов, мы образуем ее одним способом. Для сильных мы просто берем третью форму из таблицы, ну, либо из нашей памяти извлекаем. So, ich zeige noch einmal die Struktur. Okay, werden plus Partizip zwei. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Okay, ich werde gefragt. Gefragt, das ist Partizip zwei. Ich werde gefragt, das ist passив. Du wirst gefragt, тебя спрашивают. Er, sie wird gefragt, его, ее спрашивают. Wir werden gefragt, нас спрашивают. Ihr werdet gefragt, вас спрашивают. Sie, sie werden gefragt, их или вас вежливо спрашивают. Посмотрите, gefragt в данном случае остается неизменным для всех лиц, а вот вспомогательный глагол werden как раз-таки и изменяет свою форму. Обратим внимание на то, что в данной ситуации не важно, кто спрашивает, важно, что действие направлено на кого-то. Ich werde gefragt, меня спрашивают. То есть важен сам процесс, да? Можно сказать, меня часто спрашивают, как вы пришли к успеху. Ich werde oft gefragt, wie ich so erfolgreich geworden bin. Тебя спрашивают, как ты готовишься к экзамену. Wirst du gefragt, wie du dich auf die Prüfung vorbereitenst? Wirst du gefragt? В данном случае мы могли бы использовать разные так называемые concurrence-формы, то есть другие формы, похожие по конструкции. Но так как нашей целью является именно данная структура, то есть пассивная, мы будем использовать ее в примерах. Окей. Естественно, как я всегда говорю, у нас должен быть живой контекст или живая ситуация, на которой мы можем отработать то, что нам необходимо. То есть у вас есть, конечно, подручная таблица, или как спрягается глагол werden, или как будет меняться партицепт свай. Но нам нужен живой контекст. В данном случае я решила использовать живой контекст в отношении занятий по немецкому языку. Давайте рассмотрим, что происходит на занятии по немецкому языку. Нам не важно, кто совершает действие. Это может быть педагог, это могут быть разные студенты. Важно стоприс ходит. Окей, шауинси ма. Was wird im Deutschunterricht gemacht? Zum Beispiel, die Texte lesen. So, ich kann jetzt einen Passivsatz bilden, indem ich sage, Die Texte werden gelesen. Oder Texte werden gelesen. Wenn ich sage, die Texte, das heißt, konkrete Texte. Also, ich weiß ganz genau, über welche Texte ich spreche. Man kann auch sagen, Texte oder verschiedene Texte werden gelesen. Fragen und beantworten. So, die Fragen werden beantwortet. Die Fragen werden beantwortet. Die Probleme und besprechen. So, viele Probleme werden besprochen. Oder aktuelle Probleme werden besprochen. So, Diktate. Die Diktate werden geschrieben. Die Diktate werden geschrieben. Die Grammatik wird erklärt. Die Grammatik wird erklärt. Die Phonetik wird geübt. Viele Videos oder verschiedene Videos, moderne Videos, Videos von YouTube werden gesehen. Hört Texte werden gehört. Und die Fehler werden korrigiert. Самым важным здесь является использование вспомогательного Glagола werden, потому что, zum Beispiel, die Phonetik, das ist Singular, das heißt, die Phonetik wird. Aber Videos, das ist schon Plural. Videos werden. И, естественно, образование так называемого партиципа. У нас есть как правильные глаголы, так и неправильные, либо сложные и сильные. Gelesen, beantwortet, besprochen, geschieben, erklärt, geübt, gesehen, gehört, korrigiert. В этом случае построение партиципства не является целью нашего сегодняшнего видеозанятия. Надеюсь, что данная конструкция стала более или менее понятной. Рекомендую вам таким же способом взять любой подходящий для вас контекст. Ну, например, что происходит у вас на кухне? Что происходит у вас на кухне? Посуда моется. Да, очень хорошо, когда неизвестно, кто совершает это действие. Главное, что все происходит, как по щучьему велению. Посуда моется, тарелки вытираются, или там посуда сушится, вытирается. Пикроволновка используется для чего-то, да? Или там, например, у вас пирог печется, или... вытирается. проблемы besprechen, machen sie auch so etwas ähnliches und ich glaube, es wird dann viel, viel leichter. Okay, es war nur eine Zeitform von Passiv und zwar Passiv Präsens. Noch einmal, es spielt keine wichtige Rolle, wer die Handlung macht, das heißt, ich weiß es nicht oder es ist für mich nicht wichtig, die Hauptsache der Vorgang oder der Prozess. Ich war froh, sie zu sehen und ich glaube, dass das Video ziemlich interessant und nützlich war. Wenn es der Fall ist, dann okay, er könnte auch welche, ich weiß nicht, Empfehlungen geben oder auch vielleicht in den Kommentaren die Fragen stellen. So und ich muss mich wahrscheinlich verabschieden, aber nicht zu lange. Wir sehen uns ganz bald wieder. Okay, tschüss, alles Gute und schönes Wochenende.